Переходя на ТХ-13 я не почувствовал абсолютно никаких изменений и по ощущениям я до сих пор нахожусь на ТХ-12, но судя по времени прокачки построек, такое ощущение как будто я ТХ-16. Ивент с сундуками закончился, я открывал активность 4 аккаунтов и время подвести итоги. Всем привет друзья, с вами Тим и это новое видео по игрушечке Clash of Clans. Изначально этот ролик должен был быть посвящен открытию последних сундуков ивента, якобы мне что-то наконец-то таки выпадет в конце и я скажу, что этот ивент действительно годный и с 4 аккаунтов хоть что-то мне да и упало. Но знаете, было 3, точнее 2 ваучера с 3 сундуками, с 5 сундуками, то есть 8 бесплатных, ничего не упало годного, то еда, то какие-то бесполезные предметы, которые я либо продавал. Ну, кто-то говорит, что грех жаловаться, ты все равно продаешь, получаешь за это гемы, я с вами соглашусь. Но, когда люди скидывают, что им падает скин за 1500 гемов, как бы, вы понимаете, да, а тебе падает волшебный предмет за 10 гемов, то есть разница ощутима. И естественно были 3 бесплатных сундуков каждые 2 дня. И как вы понимаете, 4 аккаунта, ничего абсолютно мне не упало за все открытие, наверное, 3 эпических, 1 легендарный, с которого упал молот и все. Поэтому мой вердикт такой, что ивент прикольный, разнообразие в игру они внесли, но мне, к сожалению, не повезло. Надеюсь, вам точно повезло, либо с ваучера, либо с бесплатных сундуков вы что-то доегодного выбили, либо снаряжение за 1500 гемов, либо скинчик и были в огромном окупе, в огромном плюсе. Этот ивент для вас удался. Для меня, к сожалению, нет. Ну и поэтому сегодня же я должен вам что-то показывать. До этого я показывал свои другие рубрики, остался лишь только недоначу и основа, но к ней мы вернемся попозже. Сегодня же мы посмотрим изменения спустя, не знаю, уже месяца полтора-два, наверное, но время летит и не замечаешь вообще ничего. Хотя строители работают без остановки, а при этом, ну как бы отличия, ну не сказать, что прям вау, вот это ты прокачался. Особенно по героям этого точно не скажешь. Хотя, знаете, для кого-то 15 чемпионка и прокачанный хран уже что-то дозначат. Нам нужно будет качать хранителя до 50 уровня, чемпионку. Оказывается, в прошлом ролике я сказал до 20, но не тут-то было до 25. Еще 10 левлов, а она уже стоит у нас по 180 тысяч. Это без пропуска, я считаю, конечно, дороговато, но в целом пока что проблем с дарком нету. Когда я записываю эту рубрику, у меня есть определенные цели. Например, на какой-то ратуши 10 вроде была цель купить 6 строителя, я это выполнил. На 9 ратуши была цель за неделю или за 3 дня вообще, не помню, вкачать забор. Я это делал, это было интересно, то есть цель была поставлена и выполнена. Тут же цель единственная, сейчас это после добавления ученика. Да, это, конечно, звучит очень сложно и непонятно. На недонатном аккаунте вообще это реально или же нет, но купить и прокачать его до фула. Я, кстати, не знаю, смогу ли я его прокачать до фула на ТХ-13. Я, насколько знаю, есть вроде ограничения, но проверять я пока этого не буду. Хочу накопить 6000 гемов. Насколько я помню, с покупкой прокачка его будет стоить 6500 гемов. То есть 6000 мне нужно, 1700. И как я это буду делать? Я буду апать 3000 кубков на деревне строителя. Ну, правда, я не знаю, я тут ставлю на прокачку сборщик елика, хотя логичнее ставить было бы дефенс, чтобы проще было апать трофеи, так как деф тут играет огромную роль. Но пока что я этого не делаю, но думаю, что в будущем деф станет сильнее. 1000 гемов отсюда заберу. Ну и 300 я как-нибудь здесь на скребу. Короче говоря, я удивился не так давно, что у меня уже здесь накопилось 4500 гемов практически. Ну, как вы понимаете, да, судя по соклановцам, а также комментариям в тележечке моей. Кстати, ссылка в описании. Там мы это все дело обсуждали. Очень многие игроки остались без эпических, легендарных и вообще какого-либо нормального дропа. И максимум, что они там выпивали, это еда. Ну, кстати, еда мне нравилась с донатом в КК. То есть, условно, ты играешь 12 часов там и донатишь себе сам КК. Это офигенно. То есть, осадную машину, заклинания, все войска. Это выходило так приличненько. И просто нажимая эту кнопочку, ты надел себе войска. Это было круто. А вот все остальные, как бы они максимально бесполезные. По целям на этом аккаунте, понятно, это вкачать на ТХ-13 ученика. И тогда у меня будет уже, грубо говоря, 7 строителей прокачанных. Это круто для такого аккаунта. Ну и, естественно, цель быстрее прокачаться. Хотя это на всех ратушах работает. Но, как видите, тот же сам арбалет качается по 2 раза. А стоимость его, я не знаю. Это, блин, нечто просто. Какой же он дорогой. И качается долго. Плюсом мне еще пушки качать. Плюсом еще мортиры. Ну, блин, много всего. Объективно тут говорить, я вкачал только основу. А также забор еще. Хотя, знаете, с забором проблем не будет, когда я вкачаю хранителя и лабораторию. Все ресурсы, эликсир, точнее, пойдет в прокачку забора. И незаметно, быстренько он апнется до фула. Хотя уже, кстати, апается. И не такой он уж и дорогой. Если прям нацелено его качать, то в целом, я думаю, за недельки-полторы без каких-то заморочек я его вкачаю. Так что забор пока даже не трогайте. Это не основа. Основа этой герои. Как я сказал в прошлом видео, на ТХ-13 тяжеловато, честно говоря, качать героев. И если учесть, что еще идет КВ, ЛВК, тебе надо фармить Руду. Ну, я не могу просто-напросто сразу четырех героев положить. Поэтому я их разделил на два этапа. Я вкачиваю чемпионку и хранителя вместе. То есть кладу и прокачиваю до фула. После этого уже принимаю за прокачку только королевы. И потом осанется лишь только кинг. То есть кинга с королевой я объединил. Неправильно, конечно, так как цена тоже приличная и столько фармить будет тяжело. Но других вариантов нет. Героев-то уже четыре, а не три. Хотя я так осмотрелся, знаете, все же отличия-то есть. Неплохо-то я и вкачался за это время. ПВОшки вкачаны, швырятеля тоже не трогаем. Бомбежечки, также орель, адские. Ну и арбалеты скоро будут прокачаны. Основные постройки я уже давно вкачал. То есть хранилища, лагеря, казармы, фабрики заклинаний и прочее. И ТХ, кстати, многие его вкачивают изначально. И это правильное решение. Но я что-то как-то подзабил. И я не знаю, как-то жалко сюда строителя тратить. Хотя еще пять раз ТХ прокачивать. Ну это, конечно, жестко. ЛВК я тоже играю с четырех аккаунтов. И я что-то здесь про медальки совсем забыл. А за два месяца тут неплохо накопилось. Поэтому я закупил абсолютно все молотки, которые мне нужны были. И сегодня есть что потратить. Кстати говоря, не так давно, где-то недели три назад, я переживал за лабораторию. Но, оказывается, я все вкачивал, что качается долго. А вот эти вот первые юниты все прокачались быстро. Поэтому сейчас вот такая вот картина. В целом, ну как бы осадки пофигу. Потом вкачаются в самом конце. Так как я могу и в КК брать. А если вот конкретно брать юнитов... Ну, блин, это легчайшее реально. Осталась тут фигня, да, блин, я не знаю, расплюнуть. Короче говоря, есть у меня два молотка и надо бы их куда-то потратить. Молотки на зельку, молотки на юнитов. Очевидно, что зелька осталась единственная. Да, она мне не нужна. Но, блин, это выгоднее тратить на зельки за дарк, которые качаются, нежели чем за эликсир. Поэтому я трачу их сюда. Ну, а тут мы выбираем самое дорогое и нужное. Это хоги. Кстати, я, по-моему, тут юзаю еще же... Как его называют? Снаряжение на хогов. А, не, я же здесь вкачивал другую снарягу. Кстати говоря, со снаряжением тоже проблем нет. Короче говоря, самое беспроблемное это снаряжение на ТХ-13. Так как оно вкачивается... Ну, я не знаю, я уже вкачал просто все. Вот реально уже вкачивать нечего. Просто вкачиваю то, что у меня не вкачано. И чем я пользоваться, скорее всего, никогда и не буду. Но вкачиваю, потому что тратить больше некуда. Так, на чемпионочке остался Королевский Кристалл. И тоже вкачаю. Пускай будет, может, когда-нибудь да и пригодится тоже фул. Остается лишь только подкопить Сияющую и Блестящую Руду. Блестящую, естественно, легко накоплю. А вот Сияющую зафулить придется попотеть. Но на сегодняшний день, не считая тех эпических, которых у меня нет, у меня все снаряжение прокачано до фула. С лабораторией это не конечная, господа. У меня уже достаточно давно лежат две книги. Опять-таки на Зельку и на Юнита. То есть, четыре улучшения я сейчас завершаю. Максимально быстро, максимально выгодно. Естественно, это Инвиз. Будем юзать Десант. Классная тема. Раньше приходилось юзать Зельку. А сейчас же делаем вот так, вот так. Все, отлично прокачано. Есть также Дорченг. И я думаю, что здесь надо будет что-то с вышибалой придумать. Поэтому 170 тысяч залетает. Бамс. И теперь-то какие действия? Мне нужно подфармить немножечко эликсира. А хотя... Давайте дракончика для почистки поставим. Да, почему бы и нет. Хотя какая разница. Все равно я буду все фулить. Ведь это аккаунт недоначу. И однозначно я тут буду дольше всего прокачивать героев и постройки. Нежели чем лабораторию, забор и все остальное. Волшебные предметы, можно сказать, все потрачены. Скорее всего, молот строительства. Либо я на последний уровень ТХ потрачу. Либо уже буду держать до перехода. Все равно на остальные постройки не очень выгодно тратить этот молоток. И в целом, лабораторию сегодня наконец-то я подкачал. Все, что хотел, апнул. Теперь буду юзать другие стратегии. Ну а пока буду дальше играть драконами. И кстати, на 4200 играется драконами прям прекрасно. Единственный минус, это когда 2 героя лежат на прокачке. А основа это хранитель. Прожатие бесконечности прям дает сильно прям в атаке. А когда его нет, конечно, тяжеловато. Ну и чемпион. Короче говоря, задача у меня сегодня такая, что нужно зафармить немножечко дарка. И зафармить на хранителя. Огромный плюс высокой лиги в том, что там много руды. Но главный минус, например, для ТХ-13, что фарм средний. Ну вот как раз таки вот такой. Это 500-700 тысяч. Миллион там встретить или миллион, 500 или вообще два. Но это максимально редко. И вот такие вот соперники, кстати говоря, тоже редко встречаются. Но такой я люблю, кстати говоря. Можем побыстреньку зафармить все ресурсы, которые тут есть. При этом не затрагивая вообще юнитов. Просто прожму героев, заберу ТХ. Ну и как бы все, да, получается. А давайте так и сделаем. Вообще фарма нету. Просто ноль. Ну да ладно. Главное, что мы сольем эту стратегию. И потом про такую десантом. Чет я давно им не играл. И, кстати говоря, после перехода я уже делал видео со стратегиями. Мы играли гибридом. Мы играли спамом. Разнообразным тоже десантом играли. Разные виды были. Ну и еще другие стратегии с ТХ-10 тоже использовали. Но, как правило, я вот в своем случае смотрю. Я возвращаюсь на свою стратегию, которую я играл раньше. То есть, мне так комфортнее и проще. Ну и тем более, сейчас я еще подкачал так немножечко, да, десант. То есть, есть вероятность, что я перейду на этом аккаунте уже на полноценный десант. И буду им активно играть. Но это не точно. Так, ладно. У нас есть фрезы. У нас есть камнебросатель. У нас есть чемпион, который сейчас пойдет в пекло. И будет там сносить все. Ну, все, я не знаю, снесет он там или нет. Но постарается, я думаю, точно. Кстати. А, не, не кстати. Хотел сказать, что сейчас чемпион еще и адскую заберет. Но не тут-то было. Четыре Теслы вылезло. И у них свои планы. Такс. По фарму, конечно же, беда. Как вы понимаете. Тяжело с этим тут. Но, в целом, мне хватает того, что я ежедневно фармлю тут бонус. Делаю еще пару атак. И все. Я слишком, как видите, тут не играю. И при этом свободно нахожусь в Титан Лиге. Не заморачиваясь вообще с атаками. Да и тут, как видите, ТХ-13 легко ложатся. Естественно, если бы у меня не было чемпионки и хранителя. Максимум на что бы я рассчитывал. Это на двуху. И то с натягом. Пока у меня варится микс. Я тут провел небольшое расследование. И как оказалось, в КК клон спел я взять не могу. Поэтому мне приходится брать два клон спела. Пять инвизов. И в КК рейдж. Но самое-то прикольное. Шестого левела клон дает всего 34 места. Лучница занимает 12 мест. Супер лучница. И в итоге получается, что мы клонируем всего плюс 2 лучницы. Как-то необычно получается. Я бы сказал, даже неудачно. Десант получается какой-то маленький. Да и когда в клановую крепость берешь, тоже ни туда ни сюда всего 3 лучницы. Ни туда ни сюда 9 мест остается. Вот такие прям максимально редко попадаются, конечно. Но они есть. И, кстати, золота все равно маловато. Сейчас давайте попробуем. Может быть, что-то сейчас да и выйдет. Короче говоря, поехали. Закину вот так вот лавку. Закину вот так вот дирижаблика. И, скорее всего, где-нибудь вот в этой секции рванем вот так вот. Бамс-бамс, два клона. Шариков я закинул. Ну так, просто ехазы. Может, какую-то пользу они принесут мне. Закидываем инвизики. Но я говорю, какой-то кастрированный десант получается. Лучница как-то и незаметна, знаете. Хотя, инвизики фуловые. И, блин, ну нормально так летят, кстати говоря. Нифига себе. ТХ снесли. Орла еще бы. Ай-яй-яй. Офигеть. А вот это я понимаю. Заходочка прям офигенно залетела. Да еще лучше. Не, не, ладно. Все, беру свои слова обратно. Окей. Какой нафиг кастрированный. Я столько всего снес тут. Это просто жесть. И при этом у меня есть основной заход еще драконами. Я, знаете, даже запариваться не буду. Надо было мне славу еще, кстати, закинуть шариков немножко. Плюс у меня получается заход с хранителем. Который под рейджем. Который с прожатием. Ну это вообще офигеть. Вот единственное, что я лопухнулся и забыл поражать чемпионку. Заранее, чтобы она к кингу не пошла. Но это, знаете, я в шоке от того, какой десант у меня получился. Поэтому все. Электриками, кстати, тоже очень давно не играл. Ну, на высоких ратушах так уж точно. На этой ратушке-то понятно. Могу чем угодно играть. Здесь все варится быстро. Да и играю тут так. В АФК режиме можно сказать. Так, а где кингаречек у нас? Я что-то не понял. Кинг, кинг, кинг пропал. Или он в центр зашел? Ага, в центр зашел. Он вообще по краешку пошел добивать постройки. Ну, слушайте, я честно удивлен, насколько десант прикольный получился с шариком. Я, конечно, не все так быстро делал. Но, блин, прям понравилось. Реально, хочется еще, наверное, попробовать. Ну, против ТХ-13 прям щелкнул, реально. Забрал Орла, забрал ТХ, плюс шарики в КК супер показали себя. Короче говоря, каждый день для себя открываю что-то новое. Но сейчас я точно понял, что десант на ТХ-13 и десант на ТХ-16 это офигеть какая разница. И на ТХ-13 мне понравилось, конечно, больше. При таком лайтовом заходе я столько всего там снес, но это реально было круто. Сейчас моя главная задача нафармить на хранителя и чемпионку. Ну, а все остальное и так стоит на прокачке. Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Следующее видео, наверное, будет месяца через два на этом аккаунте, когда я уже буду фуловым. Но все же думаю, что я сделаю еще парочку по каким-либо стратегиям. Ведь на ТХ-13 нужно же чем-то тоже играть. Не просто драконами, как я это делаю сейчас, а нужны какие-то стратегии. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok